Уделим несколько минут нашего времени истории компьютерной графики. Мы как-то уже привыкли к тому, что нас окружает. А спроси у кого, когда, скажем, придумали мышку? Или вот всякие мультики трехмерные, когда они появились и что из себя представляли? Иногда полезно знать истоки, чтобы понимать, почему что-то устроено именно так. Разумеется, история вопроса довольно обширная, так что я ни в коем случае не претендую на полноту ее представления за несколько минут. Вдобавок, традиционно лучше описаны зарубежные достижения, отечественные же меньше представлены в доступных источниках, хотя я покажу вам один любопытный пример из прошлого. Компьютеры появились отнюдь не для того, чтобы мы могли любоваться спецэффектами в кино или болтать в чатиках в интернете. Двигателем прогресса здесь были военные. Долгое время компьютеры были огромными и занимали целые помещения, а то и дома. Сейчас тоже такие есть, их называют суперкомпьютерами. Но вы всегда можете взять планшетик весом 100 грамм и наслаждаться всеми благами информатизации. А тогда такого выбора не было. И даже дисплеев не было. Вот это любопытно, что даже фантастика середины 20 века, описывая будущее, нет-нет, да и упоминала что-нибудь вроде бумажных лент, вылетающих из бортового компьютера космического корабля. Ну, то есть, видимо, там тонны бумаги предполагалось загружать, чтобы куда-нибудь долететь. И вот в 1951 году в американском военном ведомстве, которое должно было следить, чтобы в Америку не прилетели советские ракеты, освоили вывод изображений на телевизионную электронно-лучевую трубку. То есть, телевидение-то уже лет 20 как существовало, но графический вывод с компьютера этого не было. Графический вывод – это не окошки Windows, нет. Это хотя бы текст. Просто его же тоже надо отрисовать на экране, и для этого времени это была непростая задача. Могли лампочками на приборной панели помигать, могли на телетайпе что-нибудь напечатать. Принтеры тоже появятся позже. Для вывода информации из компьютеров поначалу использовали электрические печатные машинки. Или телетайпы. Это устройство, которое передают телеграммы на почте. Отметим эту дату. Год спустя уже для британского флота создается первый трекбол. Нужно же было как-то задавать координаты машине, так кто-то догадался поставить в лунку два переменных резистора перпендикулярно и положить туда бильярный шар. А мышка, ну, ее изобретут позже. В 1955 году в американском, в том же самом военном ведомстве, чтобы лучше видеть те самые ракеты, которые надо было перехватывать, изображение с компьютера вывели на дисплей. Ну, то есть, получили именно графическую, а не текстовую картинку. Радар к тому времени уже существовал, но он получал информацию прямо с антенны, а тут с компьютера. И так мы получили графическое изображение. В 1959 году IBM создает первую CAD-систему. CAD – это класс программ для автоматизации разработки чего-нибудь. Ну, самая известная инженерная программа – это AutoCAD. У архитекторов это Archicad, есть программы для схемотехнических разработок, например, Picad. Та первая программа была для разработки автомобилей General Motors. Ну, хотя бы не танков, хотя кто знает, что они там на самом деле рисовали. В 1961 году компьютер использовался в фильме Альфреда Хичкока, и там рисовали титры, фигуры Лесажу. Надо сказать, это был механический компьютер времен Второй мировой войны. Ну, такие тоже бывали. Наконец, в 1963 году Айван Сазерленд, запомните это имя, создал графический редактор, который называется Sketchpad. Если не замечать, что компьютер, который работает с этим редактором, занимает целую комнату, а может быть и несколько, то все выглядит весьма современно. Смотрите, вот информация пером, графический дисплей. Недаром этот человек – пионер человекомашинного взаимодействия. Он много чего еще интересного придумал. Например, первое устройство виртуальной реальности. В 1966 году в НАСА приспособили компьютер для обработки фотографий с Луны, полученных с космического корабля. В 1968 году создают математическую модель движения кошки. Создают ее в МГУ. Компьютер решает дифференциальное уравнение и получается мультфильм. Вот, посмотрите, это напечатано на принтере кадр за кадром, а потом пересняли на кинопленку. Повторю, все движения созданы компьютером, это не покадровая анимация. К такому массовая компьютерная графика будет идти еще долгие годы. Тогда же, но уже в Америке, в Палла-Альта, состоялась легендарная презентация Дугласа Энгельбарта. Это еще одна страница истории, которую стоит запомнить. И еще одно имя. Этот человек создал многое из того, что мы ассоциируем с компьютерами. Графический пользовательский интерфейс, гипертекстовую навигацию, текстовый редактор и даже видеоконференции по сети. И, конечно же, компьютерную мышь. Вот все это он и показывал уважаемой публике. Сама эта презентация – прелюбопытнейший исторический документ. Будет время посмотреть ее полностью, ссылка есть в конце урока. Там показывают, на каком оборудовании и как все это работает. Снимаем шляпу и двигаемся дальше. В 1970 году Пьер Безье применяет в компьютерном моделировании корпусов автомобилей те самые кривые Безье, без которых невозможно представить векторную графику. Мы в этом уроке о них будем подробно говорить в этом модуле. Тут история непростая. Создал он их еще в 1959 году в компании Рено, но все это держалось в секрете. Параллельно математикой с конкурирующей компанией Citroen, Пол Дек Сельжо, придумал что-то похожее. А все они вдохновлялись многочленами Бернштейна, созданными аж в 1912 году. Он, кстати, из Одессы, хоть и закончил университет в Париже. В 1973 году появляется прародитель растровографических редакторов SuperPaint. Делают его не где-нибудь, а в Xerox PARC, где незадолго до этого Энгельбард проводил ту самую свою презентацию. Это еще одно любопытное место, откуда родом столько современных технологий, что стоит задуматься, что они там все читали. Тогда же и там же представили первый компьютер с графическим пользовательским интерфейсом Alto. У него был вертикальный экран и предназначен он был для верстки текстов. Это сейчас графический интерфейс обычное дело, но вообще-то до 90-х годов графические оболочки чаще были дополнением командной строки. Да и сейчас графическая оболочка не везде нужна. Вот зачем она, скажем, на веб-сервере где-нибудь в дата-центре? У него и монитора-то нет. В 1981 году в Соединенном Королевстве создают видеоредактор для нужд телевидения PaintVox. А в 1982 году выходит фильм «Трон». Это первый фильм с обширным применением компьютерной графики. Надо сказать, что к тому времени уже вышли «Звездные войны» Лукаса. Так вот, на этапе работы над «Звездными войнами» были заложены основы для компьютерной графики, какой мы ее знаем. Правда, в самих «Звездных войнах» с компьютерной графикой все было сложно, ее частично дорисовывали потом. Позже появилась компания Pixar. Потом ее возглавляют Джобс, но это потом, а начиналось все со «Звездных войн». Это вообще примечательный фильм. Поинтересуйтесь историей его создания, есть документальный фильм об этом. 1984 год вместо предсказанного Оруэлом антиутопического кошмара принес миру компьютер Макинтош. Это не был первый персональный компьютер. Это не был самый мощный компьютер. Это не был самый маленький компьютер. Это был самый милый компьютер. Он изменил представление о компьютерах в массовом сознании. Больше уже никому не приходило в голову сказать, что миру хватит четырех компьютеров. И его появление с графической операционной системой, со звуком, с мышкой, обращенному к пользователю софтом, открыло двери для массового рынка персоналок. В 80-х годах появились верстальные пакеты Eldus PageMaker и QuarkXpress, а позже известные графические редакторы Adobe Photoshop. Они существуют и по сей день, правда, PageMaker переродился в ондизайн. В 93-м году появляется первый веб-браузер Mosaic. Так началась история графического веба. В 95-м году выходит то история. Полнометражный анимационный фильм Pixar. За этим фильмом стоят передовые разработки того времени. И интереснейшие люди. Руководил Pixar тогда Стив Джобс. А техническим директором был ученик того самого Айвена Сазерленда Эд Катмол. Тогда же два студента из Калифорнии создают GIMP, open-source графический редактор. Он и сейчас существует, развивается и весьма функциональный. И в некоторых областях вполне применимый. В некоторых. В 99-м году появляется формат SVG. Это векторный формат, который, наконец, позволяет, может быть, использован в вебе. Мы его в этом модуле рассмотрим подробнее, даже что-нибудь нарисуем. Прямо в текстовом редакторе. Ну, не мышка же в самом деле. На этом я остановлюсь. Выборка событий очень фрагментарная, конечно, но... Да, и можно найти много интересных фактов, которые здесь не перечислены. В этом модуле мы рассмотрим некоторые из упомянутых продуктов и технологий. Продолжение следует...